У этого вещества токсичность значительно меньше, чем у, скажем, того же ортофена. Довольно всем известное средство, популярное, но при этом в больших дозах его применять не рекомендуется. Молодых химиков Пермского университета уже называют местными флемингами. Напомним, британский ученый Александр Флеминг первым открыл антибиотик пенициллин. Вещество, разрушающее бактериальные клетки, помогло спасти тысячи жизней во времена Второй мировой. Соединение, полученное пермиками по результатам первичных испытаний, оказалось в 16 раз менее токсично, чем то, которое входит во многие известные обезболивающие препараты, используемые сегодня в медицине. У нас получилось довольно-таки хорошее сочетание. Это противомикробная активность и обезболивающая активность. То есть непосредственно, когда у вас есть отравление, есть какие-то боли, и вам не будет хуже, если вам одно и то же лекарство сразу и от микробов поможет и частично снимет боль. На начальных стадиях это вещество испытывалось на культурах бактерий и для исследования противомикробной активности, и на мышах для исследования анальгетической активности. Бактерии быстро мутируют и становятся устойчивыми к имеющимся антибиотикам, поэтому медицина требует появления новых препаратов, говорят ученые. Полученное вещество вполне может стать в будущем основой для лекарства нового поколения. Сейчас из химической лаборатории оно отправится к биологам, которые более подробно изучат противомикробную активность. Впереди разработку ждет множество клинических испытаний. Химики говорят, с момента получения активного вещества до выхода готового лекарства на рынок, исходя из мировой практики, уходит около 20 лет. Евгения Караксина, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.